В январе 1955 года на космодром Байконур прибыл первый отряд строителей. Вместе с ними приехали и первые пожарные. Без них не обходилось строительство ни одной стартовой площадки. Более полувека пожарные МЧС несут службу на космодроме. Они круглосуточно дежурят у ракеты. Они первые, кто приезжает на старт сразу после пуска. Быть бесстрашным, сильным, умным – это в жизни их удел. Для спасателей России достижим любой предел. На этой неделе ряды спасателей космодрома пополнились. Самые лучшие ученики города Байконур в торжественной обстановке приняли присягу и стали кадетами МЧС. Они проходили усиленный медицинский отбор. Они проходили зачеты по физической подготовке. Они сдавали тесты по математике и физике. То есть отбор был самый, что ни на есть, серьезный. Я, Шин Игорь, вступаю в ряды кадетов, перенесу своих товарищей, торжественно обещаю. Пока их 25. Это первый кадетский класс на Байконуре. Впереди два года напряженной учебы. Вы вступаете сегодня в эти славные ряды. Скоро сможете вы тоже заслонить нас от беды. Это практически готовый пожарный. Это спасатель. Это человек, который в любую секунду пойдет на помощь ближнему. Это, наверное, выше его такое вот предназначение. В истории космодрома было немало и трагичных страниц, когда огнеборцы, рискуя жизнью, спасали людей и технику. Они выходили победителями из самых сложных ситуаций. Юным кадетам всему этому еще предстоит научиться. И трудности службы на космодроме ребят не страшат.